Окна? Да. Отлично, здравствуйте. Здравствуйте. А вы, естественно, оперативно? Да. Просто в безформе? Да, да. А вы кто? Группоможенный карнеруш. Меня зовут Виталий, фамилия Косенко, журналист «Дорожный контроль». Единственное, что я в таких условиях, у меня удостоверение есть. Сейчас в машине, мы сейчас напишем, вам покажем. Оно в машине. Машина спрятана. Ну, у нас наблюдение было. Аперация двух половинных часов полагались. Ну, иначе по-другому никак. Наблюдали за службой в госавтоинспекции. Фиксировали ряд получения незаконной выгоды. Здравствуйте. Меня зовут Виталий, фамилия Косенко. Мое удостоверение. Я журналист «Дорожный контроль». По редактивному замкновению я занимаюсь в Киевской области, наблюдаю, как работают сотрудники госавтоинспекции. Расположились по разным местам с моим товарищем. Ну, и пробыли порядка двух половинных часов. Фиксировали неправомерное получение денежных средств. Четыре. Ну, у меня три. У тебя есть. Больший груз здесь. Волга с прицепом. Фура еще одна. Ну, посмотрите на видео. В общем, все фиксировали. Все стандарты, средства оперативные вызвали. Сейчас все напишем, все, что там требуется. Все дадим. Единственное, что сразу заранее скажу, что весь видеоматериал, вы сможете привлечь его к делу только, когда он появится в средствах массовой информации на Ютубе. Ну, это, как правило, где-то 4-5 дней. Мы приближаем с командировки. И на Ютубе, у нас есть канал. Там все. Я пишу заявление, а я напишу в книге. Там и по метке должны быть. Что началось? Это же здесь как усадка будет. Инспектора, прокуратура предлагает сдать деньги добровольно. Расскажите мне, в чем все дело, чтобы я понимал. Смотрите, у нас машина стоит на штурмплощадке. Да. Ее забрали на основании розыска ДВС из Черкассы. Мы сами из Черкассы. Нам ДВС... Дала лист о приостановлении... Не-не, дала на хранение мне. Да, на ответственное хранение. Я приехал. Да. Дали постановлению. Местный ДВС ее отписал и актом передал мне. Теперь работник стоянки говорит, что он может отдать эту машину только за визу вот этого вот человека. А где стоянка? Тут тоже, в Короте. И почему не отдаете машину? Что там, Сань? Стоит быкует. Он сейчас еще пойдет на штурмплощадку, там разорем. Не сдойте. А что он, начальник, что он будет? Прощаться, он должен уже, по-моему, с работы. Он говорит, что должна исполнительная приехать. У чувака все на руках. Ему передали на тест на хранение машину. Он говорит, что приезжай с исполнителем. Мы отдадим исполнителю, а исполнитель пусть тебе отдаст. Хабарный понючий. Потому что ему сказал, что он не просто по 90-м пойдет, а по этапу пойдет в тюрьму. Сейчас его люди увидят и проголосуют. Наша служба передала мне. Я приезжаю на стоянку. Стоянка говорит, я не отдам, пока мне не даст разрешение пост ГАИ. Я приезжаю к вам. Вы мне начинаете сказать, что мне надо ехать в тюрьму. Какого вообще перепугу пост ГАИ дает? Моё право сами забирать транспорт. Так, а что он не отдает, если у меня отдает? Это извините, значит, мы вам не выдаем. Исполнительная сказала ему. Я вам объясняю по-русски. Сказала, мы забирать ничего не будем. Мы машину даем тебе на ответственное хранение. Ты за нее теперь в ответе. Пока ты не отплатишь штраф нам, мы будем, если в течение 10 дней не оплатишь, мы будем машину твою реализовать. А пока она у тебя на ответственном хранении, никто с исполнителем не приедет забирать эту машину. Она теперь, он теперь отвечает за нее, он. Это его головная боль. Если с машиной что-то случится, на него будет исполнительная служба возлагать все претензии. Не на вас, на него. Он теперь является хранителем этой машины, не вы. Как это непонятно? Никакой исполнитель не приедет. У меня была точно такая же ситуация. На территории района, выполняющие действия проводит, выполняющая служба территории Айлена. И она же сама забирает с майданчика транспортные засоби и передает на сберегание особей. Это уже произошло. Почему человек посылается на вас? Я же не знаю, почему так человек посылается на вас. Я же не знаю, кто вам что-то сказал. Вы же мне не верите, а верите другим людям. Красивник штраф майданчику звучит не девчина. Он мне не подлегает под керувание. Сейчас мы поедем, отснимем его еще, как он не подлегает. И чем он керуется, когда говорит, едьте на пост, решайте. И какое отношение он к вам имеет? И какие у вас связи? Что значит ему на штраф майданчике говорят, едь на пост, решай, чтобы тебе дали мак. Это сколько надо привести макулатуру им? Вот есть бумажка постанова про припинение розшуку майна борожника. Что еще надо? Копию акту опису мою забрали так же. Сколько раз ты сюда приезжал? Это уже третий раз приезжал. И каждый раз им надо какая-то новая бумажка? Какие-то новые появляются моменты. А теперь не выпускаешь штраф майданчик без дозволу ГАИ. Угу. Станово сбываются какие-то действия, чтобы не повернуть эту машину. И сколько она уже стоит на своей площадке? Уже близко двух месяцев. Я понимаю, это рабочая машина, да? Ну так, это рабочая машина. Люди на ней приходили ездить. Отлично. Два месяца человек не может работать получается. Я его представник за доверенностью, а я юрист на своем линице. Мне нравится, как ООН говорит о том, что проверяет действительно ли приостановлено проваджение. ООН ГАИ проверяет где, по какой базе. По базе исправленной службы или где. Есть вот документ исполнительный о том, что все приостановлено. Что еще больше надо? Я прошу, извините, скажите, с витками у меня, что на секретаре? Я с Украины. Нет, с какой организации, структурой. Я ни с какой организации. Обычный человек. У нас все документы здесь есть, правильно? Я так понял, машину задержали по ДВС. А у него все есть, вот, смотри. С ДВС проблема решена, на ответственное хранение у него все здесь есть. Постановление о пропынении. Ну, все. Ну, ладно, вот у меня на хранении машины. Это да, ну вот, вот это вот, все. А, уже есть пропынение постановления? Да, это начинает мульку травить. То он, то он машину отдаст, то он не отдаст, то он нахер всех послал. Сейчас он забегал. Так на него надо заяву писать. На неправомерные действия, на вымогание денег. Сейчас заяву написать, что он вымогал с вас деньги, чтобы машину вам вернуть побыстрее. А если, ну, таким образом. Сейчас займем писать и нормально. Так это уже можно будет уголовку прищать. А тут еще прокуратура? А ему хватит уже 90 приказ, нормально. Он вот едет с этим. Пусть только попробует его не уронить. Если после вот этих двух взятошников он останет со своей должности, я ему не знаю. Мы сюда людей соберем. А где у них управление здесь, ты знаешь? Где еще гаишники? Да, да. Это здесь, в Когрлыге, да, Нексика? Да, да. Сейчас мы еще в управление заедем. На, на. Что это вы закрылись? Вы не закрываетесь. Вы ближе к народу будете. Вы можете решить что-то с человеком? Сколько еще времени ждать? Третий раз. Третий раз уже. Третий. Вы же не заважаете? Не кричите, Аня. Надо круче, это ситуация. Мы вам заважаем здесь взятки взять. У нас надо пиздить просто. Под словами такими. Не просто. Я говорю вот что с вами надо делать. Короче-то. Брать, брать жезл и во все дырки. Короче-то. Не знаю, уже скоро освободишься. Подожди. Сейчас мы это заберем обратно. Ничего себе. Это жмем. Это жмем. Заберем обратно. Я хочу посмотреть на эту штрафплощадку. Что там вообще происходит. Может там другие какие-то машины нуждаются на выход. И кто? Хозяин штрафплощадки. Никто. Это ГАИ, но это не ГАИ. А, не ГАИ. Как зодчик в Киеве? Да, да. Так вам это объяснили. А ему она дана. На ответственное хранение. Как вам это забрали транспортный засиб с выполненцем? Так я уже забрал с выполненцем. Там что ехать на штрафплощадку? Я не понял. Это вам по телефону сказали, что должен с выполненцем приехать забрать? Да. С выполненцем приехать. Поехали я что хочу. Вам объясняли полчаса, что оно не выполнено, а на ответственном хранении. Так как вы работаете, так как вы людей маринуете. Обзывать его не надо. Да. Пойдем. А че там припиняты? Брать по шее. Давай. Так, одеваешь? Да, быстро. Ну вот ребята приехали на штрафплощадку. Сейчас посмотрим. Это да, штрафплощадка? Да, да, да. Какая печальная. Печальная анимация зашла. Здравствуйте. Что за машинкой? Забирайте. Давайте. Еле нашли вас. Сина, ты не кусаешься? Бывалая. Это нашу службу. Да, да, да. А перед этим я по ним... Скажи, пожалуйста, а перед этим ты приезжал сколько времени назад сюда? Ну вот где-то часа в пол первого. То есть это где-то было часа два назад? Ты приезжал сюда? Этот же человек здесь был? Да, да. Этот же человек что тебе сказал? Без подписи ГАИ машину не отдаст. А сейчас мы просто сошли. Он просто сказал забирайте и все. Встретили? Речь даже не шла о том, что машину заберут. А вот человек приезжал к вам два часа назад и вы машину не отдавали. Говорили, что надо какое-то там заявление, резолюция с ГАИ, чтобы там начальник ГАИ или поста подписал, написал. Это что было? Нет, ну в принципе надо, чтобы это самое, как сказать. Чтобы познаемился, начальник ГАИ, да и все. А, чтобы начальник ГАИ получил денег за это? Что? А он хотел денег. А с чем он должен был ознакомиться? Сука такая. А с чем он должен был ознакомиться? Вот петух. Ничего не знаю. Скажите, у вас по процедуре это получается в каком образом? Пришел к вам человек с документами, вы смотрите документы, говорите, здорово, машину можете забрать. Но сначала идти на пост, пусть начальник проверит, посмотрит, а потом ко мне и забираете, да? Постанову произнять арест и забираем машину. Ага. И все. Постанову, да? Не-не-не, постанова не, а мне не вылил. О, все-все-все. А это мне не надо. Что, это оригинал есть у тебя? Это оригинал. Я с тобой изроблю копию еще. А, да-да-да. Оказывается, все просто, видишь? Ну нормально, хорошо, да. И нас хорошо встретили. Три раза ты сюда ездил? Три раза с Черкас, да, по 150 километров ты сюда ездил, да? Туда 150, туда 300 за раз, 900 километров ты сюда наездил. Чтобы забрать туда пикапы, да? Он уже пикапчик. Подождите, а первый раз вы приехали сюда, с чем вы столкнулись? Вы приехали сюда и что? У вас были документы? Мы сказали, что вы из Черкасии сюда приехали, это полномочия местного ДВС, привезите документы. Потому что у нас были только тогда документы, что автомобиль снят в сроке. Хорошо, мы сказали, не вопрос. Значит, мы поехали в ДВС, Черкасский ДВС направил постановку про то, что про доручение проведения выполнений на этой территории. Мы приехали второй раз. Начальник сказал местной, что она не выповидая вымогам закону. Третий раз начальник наш Черкасского отдела переделал постанову, так как указал уже непосредственно меня хранителем, а не должника, потому что я представитель по доверенности. То есть уже непосредственно она вот говорила, что надо, чтобы непосредственно. Ну хорошо, указали уже непосредственно меня хранителем. Я написал заявление в ОПДВС, что я буду машину хранить, написано в хранении, в виде криминального видповедания. И вот вы приехали сегодня в третий раз, и все равно вы столкнулись с тем, что вам не отдавали машину. Виталик, я тебе скажу больше. Мы только что уезжали с поста, при нас он звонил, он сказал, что машину вам никто не отдаст, машина до сих пор в розыске. Мы приехали сюда разбираться, открылись ворота, и машина выехала. Машина выехала, да. Хотя перед этим мы пригнали машину под ворота, и нам сказали, пока начальник ГАИ на посту не даст добро. Добро он так и не дал, кстати. Сейчас машину никто не отдаст. Обрати внимание, машины все стоят заклеены номерами. Это для чего сделано? Для чего? Я не знаю, ну вот смотри, тут номер заклеенный, здесь номер заклеенный, вот номер заклеен, вот номер заклеен, вот номер на Паджеро заклеен. Это какая-то схема коррупционная здесь? Я не знаю, зачем заклеивать номера, тем более это машины не их. Ты снял вам табличку, специальный майданчик для трамвания, сберегания транспортных зазов в верностном субботы, в понедельник пятница, здесь 18 суббота в неделю. Хорошо, спасибо. Так, ну что... Пратайся на здоровье. Да, спасибо ребята, спасибо большое. Очень рад что вас встретил. Спасибо. Если будем чем-то полезны, если будем чем-то полезны... Спасибо ребята, да ради Бога. Я предлагаю... Давай, поехали на пост. Спросим, как это получилось. Вообще я тормозал вообще. Поехали. Хорошая машина. Сильно они губой дверяют, там шимоизоляция. Почему магнитофон? Я не могу на четвертую, ой, на пятую включить. Она, в принципе, приемистая, нормальная. Там у нас здесь абсолютно нету. Так это автомат? Нет. О, ты видел? Это поло... О-о-о-о. Акустика такая. Посмотри, посмотри. Пятая. Я не знаю, где пятая. Не, это Е4. Ладно, давай на четвертую. Не боюсь заднюю включить. Так, значит, мы интересуемся, что же все-таки произошло такого, что нам отдали машину вдруг. Ну да. Машина находится в розыске, вот... По мнению данного руководителя поста она в розыске. На самом деле она, естественно, уже не в розыске, а передана на ответственное охранение. Но... Так заявляют. Он сейчас над тебя остановит. Что это? Второй бежут. А ведь раздражает. Да вот, заезжай сюда. Вот здесь, видишь, разрыв. Пропусти, только. А уехал уже начальник, я так понимаю. Уже нет его. Хорошо, хорошо, машину закрывать не надо. Чисто здесь. Ну ты возьми просто в руки. А как так получилось, что машину не отдавали, не отдавали? Не отдавали, не отдавали, мы поехали. Давай, 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 давай. Не, а что это такое? Руководитель, кто-то делал людей за деньги. Ну а как? Ну а за что? Ну пришли люди забрать машину три раза с Черкаса. Они приезжали? Ну как вы думаете, это нормально? Он только что сказал, руководитель ваш сказал, что машину никто вам не отдаст. Как никто? Мы приехали, забрали, спокойно машину нам отдали. Вот у вас все есть, постановление ДВС. Все копировали, все нормально. Я говорю, ребята, ваш руководитель это редкостная сволочь. Это просто. А кому ты говоришь? Ну я же знал. Спасибо. Поехали. Поехали. Спасибо.